Тань, а ещё я хотела тебе выразить огромную благодарность, что я каждый раз на уроке чувствую, что ты всё время обо мне помнишь и часто включаешь мою матрицу, чтобы я там быстренько что-то списала, что-то посмотрела. Я это принимаю так, что это не само собой разумеется. То есть это мне очень приятно, что ты всегда об этом помнишь, а что у меня там свои какие-то счёты с матрицей. И за это хотела тебе сказать огромное спасибо. И вот на протяжении уже трёх штук я чувствую, как ты с каждым уроком всегда во мне думаешь, что-то включишь, где-то что-то скажешь. Очень приятно. Благодарю тебя за то, что я думала, может быть, мне это будет мешать двигаться, но так как ты меня так поддерживаешь и сразу же, вот, например, даже сегодня, я сначала, о, я же их не раскладываю, и вдруг ты тут такое предлагаешь. Думаю, хух, вот молодец же какая, а! Спасибо тебе за это огромное, за это понимание. Вот. Благодарю. Ах, Людмила, мне так приятно слышать, потому что, ну, я это вижу, как тоже моя работа, вести каждого на уровне того человека, который ко мне пришёл. Я помню про тебя, я знаю про тебя, и я знаю, что ты такая же глубокая душа, и поэтому стараюсь, конечно, тебе вот подсказать, подсветить так, чтобы ты тоже была в теме, чтобы тебе было интересно. На уроке ты очень много получаешь инсайтов, я это вижу, что ты очень много для себя выносишь из этого, и мне это очень интересно, и мне тоже это приятно. Поэтому у нас это обоюдно, и спасибо тебе большое. Ты очень хорошо ведёшь Матрицу, и не меняйся вот в этой естественности, не наигранной, оставайся такой, потому что всё объясняешь очень понятным языком, и всё, ну, чувствуется очень огромная любовь у тебя к Матрице, и ты её, конечно, ты в ней сильная, тут не заберёшь у тебя ничего, ты вообще молодец, конечно, знаешь своё дело. Вот, так что давай будем учиться дальше, ты классная учительница.